Это Southside, ребят. Люди боятся, если здания старые, они боятся покупать. Это как бы тоже развеет как-то их нив. Во-первых, ощущение, что каждый месяц тебе заходят деньги на счет, это потрясающе. Это здание сдается за 5 тысяч, то есть 4 квартиры. Мы очень строго подходим к подбору жителей. Наши клиенты, давайте подумаем, это люди, которые хотят зарабатывать. Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Это Юля, риэлтор Чикаго и Пригородах. И сегодня у меня гость, его зовут Влад. И мы оказались в Southside, которого, например, многие люди боятся и так далее. Влад, пожалуйста, расскажи немножко, откуда ты? Что вообще ты делаешь в Америке? Как долго ты в Америке? И почему мы сейчас в Southside? Да, здравствуйте, меня зовут Влад Фридман. Я родился в Киеве. 12 лет, когда мне было, я уехал с Украины. Мы жили в разных странах, в Таиланде, в Китае. Полюбил я недвижимость, когда я жил в Таиланде. У меня был свой мини-отельчик, мы открыли там. И так я влюбился в property management, это то, что мы делаем сейчас, и в hospitality. Мы делали это также в Китае, мы жили в Шанхае. Ух ты! В Китае 8 лет жили. И я обслуживал там квартиры. То есть приезжали иностранцы, мы их заселяли там и предоставляли услуги. Из Китая в Чикаго мы переехали 7 лет назад. И здесь открыли property management компанию. Что такое property management? Это если люди покупают недвижимость на сдачу, и у них нет времени заниматься. Они нанимают нас, и мы делаем абсолютно все. Находим квартирантов, следим, чтобы вовремя платили. Первым делом мы анализируем, или у них есть кэшфлоу. Что такое кэшфлоу? Достаточно денег, чтобы оплатить наши услуги. Если их нет, то я по образованию программист, я просто их обучаю, как они могут сами это делать. Окей, супер. То есть ваши клиенты это люди, которые инвестора, которые могут, грубо говоря, инвестировать в недвижимость, и сдавать ее в аренду с вашей помощью, с любого точки. Они могут находиться, неважно где в мире, у них все будет на телефоне, камеры, замки. Мы сейчас зайдем в здание, я покажу, как это все работает. И мы делаем репорты, мы с ними созваниваемся, расширяем компьютерный экран, я им все рассказываю, показываю, учу их, как пользоваться. Окей, хорошо. Хорошо. Смотрите, мы сейчас в районе, в одном с районов, в Сауссайда Чикаго. Вот какие, я думаю, вы развеете очень много фактов про Сауссайд. Мифов. Мифов. Это криминальный район и так далее. Все об этом наслышаны, но вот сзади нас украинский флаг, вы стоите с улыбкой, нас никто не трогает. Вот, расскажите, почему мы здесь сейчас? Да, мы сейчас, мы сейчас находимся в историческом районе, он называется Пулман. Он был построен в 1880 году. Ух ты. То есть, то, что вы видите этот кирпич, у него была своя фабрика кирпичей, и дай бог, там, сейчас больше ста чем-то лет, он еще столько и простоит, потому что... Я это вижу. Да, потому что многие, многие люди боятся, если здания старые, они боятся покупать, это как бы тоже развеет как-то этому зданию больше, чем 100, сколько там, 140 лет, и стоит, и мы сдаем, тут три квартиры, сделали четвертую с женой, значит, мы купили ее за 128 тысяч. То есть, вот этот билдинг, который три этажа, правильно я понимаю? Да, три квартиры, внизу сделали четвертую. Когда вы купили, в каком году? Мы купили меньше, чем пять лет назад, и мы еще получили от государства 25 тысяч на покупку этого здания. То есть, есть разные программы, просто о них надо знать, надо их смотреть, где они, и вы от государства можете получить деньги на покупку первого жилья. Вот, но эти деньги, опять же, нет ничего бесплатного, я так понимаю, это на какие-то определенные районы, то есть, вы инвестировали в Southside Chicago? Да, смотрите, Southside есть разные, то есть, мы здесь сами жили, мы здесь сами жили, здесь очень классно, мы заходили в кафе здесь, вот это кофе. Здесь живут люди, которые любят историю, ну, вот как и мы. То есть, мы здесь прожили больше, чем три года, получали удовольствие, у нас куча знакомых, друзей, которые здесь живут, и опять же, есть разный юг, есть прекрасный исторический юг, как этот. Вот мы сейчас с вами гуляли по улицам, здесь необычно. То есть, я всегда открыт и говорю, ребята, приезжайте, я вам лично покажу, не надо ни денег, ничего. Просто я вам покажу, какой разный есть юг, разный Southside. Здесь очень классный бесплатный музей есть, можно прийти самими или с детками разные игры, они получат рейнджер, значки, что они там это. Это национальный парк. С 1995 года президент Обама объявил это как National Landmark. Ну, вот вы прожили там три года, сейчас имеете инвестиции на юге Чикаго, которого многие люди боятся. Скажите, были какие-то вот моменты, где вы боялись за свою жизнь или нет? Нет, нет, нет. Ну, как бы, опять же, если я боялся за свою жизнь, я бы свою семью не привез сюда жить. Вот, то есть, у меня две девочки, две дочки, и мы здесь жили, у них здесь подружки, друзья, как бы, все друг друга знают, все помогают друг другу, люди знают, что мы с Украины, как бы, я бы, ну, у нас здесь еще здание есть, которое мы сдаем. А юг, он более привлекает инвесторов, потому что здесь можно больше заработать. Здесь сами здания ниже стоят, плюс есть как государственные, как я говорил, разные программы, которые можно получить. И, ну, и сдается здесь, вот, например, мы купили за 128, считай, 25 нам сдали, примерно 103 тысячи мы заплатили, и это здание, например, приносит 5 тысяч. В месяц? Да, да. То есть, ну, а где, ну, как бы, если в сабербах, то там, да, там есть опрещающие, они поднимаются в цене, но там нету кешфлова такого, как здесь. Интересно. И вот, как вы думаете, вот, вы там назвали, что вот есть такой район, Пулман, правильно? Да, исторически Пулман, да, да. Что за районом этим в пару блоков? Буквально два блока отсюда, один из самых опасных районов Розленд. То есть, я просто хотела людям показать, что Америка, она такая везде. Вот даже если мы поедем в пригороды Чикаго, там есть один район живет, школы 10 из 10, а другой район, он какой-то такой уже бедный, я бы сказала. Да, да, тут прям буквально 15 минут отсюда есть очень богатый район Беверли. Там очень классные школы. Это тоже юг, это south side. То есть, как бы, я зову людей просто приехать, чтобы они прошлись по этим улочкам и почувствовали эту энергию, когда мы здесь с женой жили. У нас есть собачка, мы гуляли каждый вечер. Ночью, ничего, как бы. Мне понравилось, что вы сказали, когда мы шли, что так как это лендмарк, да, то той плохой район, он сюда не заходит. Почему? Они, во-первых, в 95-м году, как Обама объявил это лендмарк, если кто-то сюда зайдет и сделает какое-то преступление, они идут первые, это в федерал тюрьму, что они не хотят делать. А самое главное, мы проходили и гуляли до этого, здесь есть школа, здесь есть церковь. И если они здесь что-то, я об этом тоже в законе не знал, если они что-то здесь делают, они получают срок вдвойне. Ага, то есть вот этот район, он безопасный и сюда боятся делать... Да, они не хотят сюда заходить просто. Плюс здесь очень община такая, очень дружная. Да, я это видела, я в шоке. Все друг друга знают. Тут разные, вот я рассказывал вам, разные клубы. Есть wine club, italian club, irish dance club. Вот здесь вот дальше в конце блока есть garden club, где женщины цветочки там разные выращивают. Я просто удивилась, когда мы шли по этому району. Во-первых, я увидела много флагов разных, там, например, украинских, американских флагов очень много. Видно люди здесь такие, которым не все равно на их комьюнити, на любой Америку, комьюнити и так далее. И много слоганов там, we help each other и так далее. То есть я удивлена. Да, здесь действительно, здесь итальянцы живут, здесь испаноязычные живут, здесь такой интернационал, это микс такой людей. И мы когда приехали сюда, ой, люди так обрадовались. У нас в Украине никого не было еще. Да, круто. Ну вот и они очень обрадовались. Да-да. А вы не против показать нам тур по вашему дому и рассказать чуть-чуть больше цифр там? Да, с удовольствием. Окей, супер. Всем привет, это одно из зданий, которое мы сдаем. Как я до этого и говорил, мы купили его за 128 тысяч, получили 25 тысяч от государства. То есть оно обошлось примерно 103 тысячи. Значит, здесь 4 мы сделали студию еще, жена сделала студию. Это здание сдается за 5 тысяч. Давайте пройдем вовнутрь, я вам расскажу, какие технологии мы используем. Камеру, то есть первым делом... Я вижу это уже, да? Вы увидите, что я очень... Я программист по образованию, я люблю все эти технологии, автоматизация и так далее. Значит, камеры, они подпитываются, чтобы, во-первых, не тратить деньги на электричество, они подпитываются с помощью солнечных батарей. И так подзаряжаются. И так во всех rental properties, то, что мы сдаем. Я люблю разные мелочи продумывать. Я сейчас вам покажу какие-то мелочи. Тут прям рядом метро, да? Да, 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 который downtown. То есть люди, которые профессионал, они садятся на метро и едут downtown 25-30 минут. Например, ну, такие мелочи, как мы не меняем замки, мы просто меняем код на почте, да? То есть мелочь вроде. Для людей разные там карты, газетки там и так далее. Значит, люди могут просканировать QR-код, чтобы знать, как зайти и использоваться замком. При том, что заранее они знают, мы посылаем им в видео. Да. Значит, замки могут открываться с помощью кода, который все делается дистанционно. У меня ребята, которые помогают в компании, они в Украине, и все абсолютно делается дистанционно. То есть я могу, например, открыть с помощью пальца, просканировать, да? Окей. Мы с женой, у нас была мечта сделать хостел до ковида. Вот это все, что вы видите, разные по миру карты. Это все люди, которые с нами останавливались. И мы в итоге осуществили это с женой до ковида. Мы сдавали. Было для мальчиков комната, для девочек, для семей. Интересно. Здесь карта пулмана, пешком, чтобы можно было ходить. И описывается каждое здание, что к чему. Мы очень заботимся о наших квартирантах. Ну, например, мелочь. Мы предоставляем им, если у них села батарейка на машине, такой же jump starter, чтобы они могли... Круто. Машину зонтики там, ну, карты там и так далее, да. Wi-Fi в камере, опять же, везде. У нас все дистанционно, опять же, то есть мы физически не показываем квартиру, люди сами приходят и назначают, когда они хотят. Очень удобно. И скажите, сколько этому дому лет? Этому дому, ну, началось строительство в 1880-х годах. Вау, и прикольно. Ну, вот, как бы он, как бы... И тут нету подвала, или он есть? Подвал есть, там есть для жителей Ландри. Ландри, вау. То есть вы еще на этом зарабатываете деньги? На Ландри. Вот и Америка. А скажите, что это за стиль дома? Это multifamily? Это multifamily, это три квартиры. Мы надписываем, опять же, вот мелочь, но мы надписываем каждую квартиру, вот историческая надпись Welcome to historical form, какая квартира, и везде есть наклейки, как с нами связаться. Опять же, digital lock, но у нас всегда есть lockbox, если на случай надо ключ, вот здесь вот мелочь, но здесь можно открыть этот замок еще и с ключом. Опять же, просканировать, можно, люди могут просканировать панель целиком. То есть, вот это все было подъезд, как я понимаю, и вот эта индивидуальная квартира, в которую мы заходим. Сколько здесь комнат, и за сколько вы ее сдаете? Да, здесь две спальни, можем зайти, тут одна спальня. Мы сдаем с мебелью, потому что до этого был Airbnb, и мы, если обычная аренда, например, здесь в домах 950, мы сдаем, вот в верхнем мы сдали 1550. За ту бедрум? Да, да, такая же квартира на группу. Внизу 1450, и это 1300. В месяц, и жильцы платят сами за utilities? За utilities. Единственное, мы предоставляем воду и интернет. Я вижу, тут все оригинальное, правильно? Ну, там, то есть окна. Мы сейчас будем их реставрировать, так как это район исторический, мы только определенные цвета можем использовать и так далее. То есть есть правила, за которыми вы должны все-таки следовать, даже если нет твоей HOA? Да, да, тут есть организация, которая ответственная за исторические эти здания. Они проверяют строго, что делают, потому что это, ну, это исторические районы, они хотят, чтобы все соблюдалось, да. Супер. Влад, расскажите вот про кэшло, что это, опять, да, людям рассказать, и почему вы все-таки выбрали инвестировать на юг Чикаго? Ну, важно очень кэшфлоу, мы в недвижимости, в бизнесе, чтобы зарабатывать деньги. Да. Значит, мне кажется, мое личное мнение, что на юге чаще кэшфлоу, это заработок, который вы получаете от аренды, минус расходы, которые у вас есть, они больше, чем в пригородах, потому что в пригородах очень дорогие property taxes, налог на землю, и, а здесь вот, ну, я пример вам сказал, нам здание обошлось после грэнда, после государственной помощи, 103 тысячи, и оно приносит 5 тысяч. Вот как бы, я в пригороде, не знаю, где можно купить здание. А скажите, налоги, вот так как это land, какой-то марк, и так далее. Здесь еще бонус, что так как это historical district, то есть, например, на это здание я плачу две тысячи, даже меньше, две тысячи property taxes. Вау. То есть, вот за счет вот таких мелочей, и опять же, если вы планируете инвестировать, investment, если вам надо, в описании будет, как с нами связаться, и так далее, мы можем вам помочь, как бы, ну, обслуживать, если вы сами не хотите ездить сюда. То есть, у нас есть инвесторы, которые живут во Флориде, которые живут в Калифорнии, мы просто обслуживаем их. Ага. А скажите, а с жильцами в таком районе нет проблем? Слушайте, здесь госпиталя есть, здесь есть большой Amazon Warehouse, мы очень строго подходим к подбору жителей. То есть, я сразу говорю это инвесторам и этим, ну, кто инвестирует, landlordом, и у меня определенные критерии, по которым... есть, они у вас. То есть, есть credit score, есть доход, мы, как бы, я много раз уже говорю, у нас команда в Украине, они очень хорошо говорят по-английски, ребята. Мы проверяем, где они жили до этого, мы звоним им на работу, мы звоним на их не референс, которые не дают людей, и мы жестко очень подходим к этому. Супер. Да, я хочу показать какие-то мелочи еще, то есть, как бы, да, здесь еще одна комната, да, то есть, как бы, кухонь, как, ну, как... Подождите, так это третья комната или нет? Да, да, то есть, две спальни и столовые, да. Ага. Да, 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 да. То есть, как бы, ту-бедрум, как тут в Америке. Да, я вижу, а это вы, как ливень-рум? А, это ливень-рум, ливень-рум, да, да, да. Но это может быть как комната? Как бедрум, да, 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 да. Ну, мы сделали ее там, чтобы люди могли почивать, отдохнуть. диван, чтобы где-то стоял. Все, я поняла. Ну, вот ребята сейчас заезжают, молодежь. Какие-то наши люди или нет? Нет, очень интересно получилось, и ее папа знает меня, потому что мы здесь жили, он живет напротив, и сейчас дочка что-то закончила университет, и он хочет, чтобы они рядом жили. Очень круто. Да, да, прикольно, да, да, да. И вот это что такое справа? Это обогреватель, это обогреватель. Вот я такого не видела, это вы что-то придумали? Не, нам посоветовали, значит, здесь в старинных этих домах центрального отопления в таких квартирах нету, обогревается с помощью вот такой батареи, либо есть вот такой большой фурнесс. Вау. Да, а летом, соответственно, в window air conditioner. Я вижу вот мелочь там, да? исторически, да, это историческая ручка, может быть, там сто лет. И такой у вас обновленный bathroom, вы сюда вкладывали немножко денег, правильно? Да, то есть мы купили еще, еще как бы мы часто пытаемся купить с квартирантами уже. И у вас, у вас уже есть, например, одна квартира, грубо говоря, окупает ипотеку, а все остальные, это уже идет там в плюс. Окей, я поняла. Да, мы можем выйти, там есть для людей, мы сделали, для людей, которые здесь живут, в квартирантах, какая-то мелочь, но, мне кажется, мы сделали пикник тейбл, чтобы они могли летом там покушать, мы поставили им гамак, чтобы они могли почитать там книжку и так далее. Ну, мы заботимся, да, мы заботимся о наших квартирантах, какие-то мелочи, как вы видели, мы предоставляем, мы подарки делаем им на праздник. Да, да, я вижу, и вот вопрос, вы не боялись, например, покупать дом, вот прям вот сзади этот ходит поезд, как я понимаю. некоторым людям это нравится, наоборот, выдох раз в день, он ходит раз в день, что, в принципе, нормально, и людям это какой-то чарм, мне нравится. А вот что насчет соседей, никто там, не знаю, не буянит, не... здесь настолько, тут даже шутка есть, среди наших семей, которые живут в Пуллмане, мы не можем быть недружны, потому что мы живем друг к другу очень рядом, то есть здесь такая очень теплая атмосфера, здесь, вон можно показать, здесь док-парки, здесь практически у каждого в доме, здесь очень любят собак, такой док-френдли neighborhood, и там сделали отдельный док-парк. Вау, окей, и скажите, вот что насчет цен, вы думаете, вот вы просто сравниваете северные пригороды Чикаго, где все-таки очень дорого даже квартиру покупать, чтобы иметь какое-то кэшфлоу, тут растет цена недвижимости, потому что там растет? Да, ну, например, вот мы купили чуть больше, чем 4 года, мы купили, получается, за 128, получили 25, а сейчас это здание, может быть, стоит 250 тысяч. Вау, поняла. Вот, ну, и так же само там дом мы проходили, мы его купили за 34 тысячи, вложили, может быть, еще, там 40-50 тысяч, сейчас он стоит около 200 тысяч. То есть оно тоже растет, конечно. Да, и я вижу, вы ремонт как-то сами делаете, то есть... хендимены, хендимены, которые у нас есть команда есть, с которыми мы работаем, в Иллинойсе, в Индиане, сейчас мы покупаем парапорти в Висконсине, у нас собралась такая прикольная команда, и мы работаем вместе. А как думаете, вот на такой ремонт просто пол обновить, покрасить и ванной, и кухню, это сколько? Ну, вот такой 900 square feet. Значит, покраски я могу сказать, мы недавно делали, ну, у нас очень, как бы нам дают очень хорошие цены, то есть вот такую квартиру покрасить, мы платим где-то 800-900 долларов. За всю квартиру? А, это очень дешево. Вау. То есть кто ищет, то всегда найдет, можно, есть люди, которые... есть люди, которые готовы к... Это не так дорого, как все думают. Надо находить людей, то есть как бы надо всегда сравнивать цены, там, например, кто с нами работает, это семья, муж и жена. Да, да. А он handyman, у него есть постоянная работа, и он по вечерам нам помогает или по выходным делать какие-то вещи. Вау. А жена убирает. Вот как-то так, мы подружились, и как-то так. А скажите, не хотите возобновить Airbnb? Airbnb, может быть, со временем, Airbnb это хорошие деньги. Да. И до COVID, я до сих пор делаю консультацию, то есть люди, которые хотят начать Airbnb, я рассказываю, как автоматизировать все, я консалтинг делаю. Со временем, может быть, да, просто Airbnb это больше времени, мы перешли, сейчас популярно, очень есть, MidTorm. Да. Airbnb это ShortTorm, что такое MidTorm? Это от трех до шести месяцев, приезжают медсестры, контракторы, работники какие-то там, им надо до полугода, и мы им сдаем, им нравится, если посчитать все расходы, там Airbnb, cleaning, там, то, замена белья, все, оно одно на другое примерно получается, чтобы MidTorm или ShortTorm. Да, но мне нравится, что вы как бы, так как здесь нет H.O.A., а в Америке это Big Deal, да, вы сами себе хозяин. Да, это интересно, можно ShortTorm или нельзя ShortTorm? Да, я самый ShortTorm. Вы думаете, может, не разрешите флаг повесить, да? Нет, если с ассоциацией, да, ну, на доме они могут не разрешить повесить, а даже ассоциация, да. А что мы начали делать, я думаю, это полезно для слушателей ваших будет. Что мы делаем? MidTorm, да, то есть, например, от трех до шести месяцев, и между этим, между тем, что другой заедет, мы его заполняем посуточно, чтобы не терять вообще деньги. Ничего себе, интересно. Да, да, да. И, как я понимаю, мы вот сейчас идем в сторону, ой, там собачка, в сторону музея, и вот что мне бросается в глаза в этом районе, это то, что вот все домики, они как-то очень рядом, близко друг к другу, и, как я понимаю, это все multi-family? Есть multi-family, есть single houses, у нас даже в Fullman, я как говорил, есть шутка, что мы все дружны, здесь вообще не, потому что мы настолько близко живем друг к другу. да, 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 и скажите, кто вот ваши клиенты, кому вы помогаете, что от вас ожидать от вашей компании? Наши клиенты, давайте подумаем, это люди, которые хотят зарабатывать. Окей, поподробнее. да, то есть, в основном, это инвесторы, люди, которые покупают здания или квартиры на сдачу, многие из них находятся вне страны или вне штата этого, потому что здесь, например, у нас есть инвесторы, которые в Калифорнии живут, которые во Флориде живут, в Нью-Йорке, там дорогая недвижимость, а здесь в Мидвесте, в Индиане, то есть, мы обслуживаем Индиану, Иллинойс, Вискансин, у нас там с женой свои прапорти тоже, и мы обслуживаем людей, которые хотят зарабатывать, и которым нужны прапорти менеджменты. Что такое прапорти менеджмент? Да. Это нахождение тенантов. Во-первых, все начинается с анализирования недвижимости, то есть, люди могут с нами связаться и просто посоветовать, после того, как они связались с вами, и вы им помогаете купить, они могут связаться с нами и сказать, вот, мы нашли здание, как вы думаете, как это район, как это будет сдаваться, то есть, это все есть аналитика, репорты, все это есть, и мы можем вместе с ними проанализировать и сказать, так, ребят, ну, примерно там, у вас будет кеш-флоу, примерно такой, и если там кеш-флоу небольшое, мы можем сказать, невыгодно, или посоветовать, ребята, у вас недостаточно кеш-флоу, мы вас просто научим, как вы можете сами обслуживать это дистанционно то есть мы можем приехать поставить мы называем это real estate айти solution что это такое это я приезжаю ставлю электронные замки камеру все и вы дистанционно неважно где вы в мире вы можете на телефоне полностью все видеть а у вас есть вот вы то есть к вам люди могут даже с одной квартиры обращаться до квартира я хочу опять же первым делом мы вместе с хозяином этой квартиры анализируем их некий у нас минимум это ну 350 долларов есть это одна квартира от 5 до 7 процентов менеджмент фи до в основном люди если ответить коротко да то есть как бы если у вас есть одна квартира мы можем вам помочь просто нам вместе надо проанализировать если смысл если у вас достаточно кешлоу чтобы заплатить нам а если нету мы вас беде не кидаем его просто вас обучаем как вы сами можете да а скажите вот такой вопрос может быть к вам не к вам люди обычно они инвестируют они берут за наличку вот это все дело или все-таки и финансирует в основном финансирует есть разные это это лучше говорится лендинг брокер но по нашему опыту есть разные если например очень популярны для инвесторов dscr что это такое это вашего личного дохода это не касается они анализируют property они анализируют недвижимость которую вы хотите купить сколько она приносит денег в аренду и под это они вам дают лон вы должны заплатить но например мы сейчас работаем на одной из по пути мы покупаем мелоков висканси например даже на процент то есть если если мы 20 процентов дом стоил 160 мы сорговали 152 там 2 2 квартиры можно еще одну сделать мы любим женой покупать здание где можно еще квартиру и то есть процент был если 20 процентов мы даем down payment то процент был восемь точка девять окей если ты добавляешь пять процентов всего это 25 процентов даешь down то процент уже 7.6 но вы и так понимаю что все говорят сейчас такой маркет хат вот северные пригороды продаются как горячие пирожки и там про то что вы говорите там выторговать так далее это не получится то есть вы так больше инвестируете в такие районы как вот юг чикаго правильно недоступнее юг чикаго у нас есть в идеане пропортиз то есть мы инвестируем так сказать рабочие районы где рабочий класс где люди им надо жить потому что это рядом с их не работать окей то есть все-таки с минимальным каким-то бюджетом и наверное люди могут инвестирует вот в юг датусе здесь разные на разные районы есть галенды что такое галендя бесплатные деньги то есть здание которое мы с вами смотрели мы уже говорили да она стоила 128000 нам дали 25000 грэнн и он истекает в этом году что это значит мне не надо его будет возвращать то есть правила этого гренда это там есть правило конечно да 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 ничего бесплатного так особо не бывает пять лет я не могу продавать это здание и я там должен жить поняла смотрите я вот даже вижу что тут какие-то новые за да да я хочу вам сказать мы специально пошли по этой улице в каждом штате да есть определенные районы где строят жилье для художников и артистов и они выбрали pullman это эти два здания исторически они восстановили вот эти а вот это здание это новое и здесь жилье для артистов скульпторов художников и так далее доступное жилье то есть они платят субсидированные здесь на первых этажах можно прийти здесь есть какие-то студии можно пойти посмотреть какие-то лет и это все соуссайд чтобы понимали мы сейчас пойдем музей мы до этого были в кафе это соуссайд ребят соуссайд чикаго не такой как все блогеры показывают ужас ужасный есть и такое правильно мы здесь жили то есть я я я как бы свою семью не подвергал бы опасности именно в этом районе здесь прикольно здесь нормально и такие районы по югу есть есть беверли 15 минут отсюда в дорогой район исторический то есть не бойтесь поехать на юг как бы есть разный юг вот как конкретно сегодня мы сняли репортажа в историческом пуллмане с удовольствием если вы приедете скажите я с удовольствием вас встречу покажу все я очень открытый человек и номера у нас даже на сайте все номера кешфлоп все это есть я вижу если с вами начать там дружить люди будут узнавать где вот что узнают про всякие такие моменты типа деньги бесплатно да да я ли я я очень такой знаете дотошный я люблю анализировать там там как транспорт будет развиваться связываться с департаментом транспорта какие как будет хайвей развиваться как будет вот мы купили женой в индиане в мичиган сити почему потому что я изучил тему что будет скоростная метро дорога и в следующем году мы купили почти четыре года назад в следующем году она открывается во первых там очень недостаточно аренды хорошо сдается там недорогое жилье что такое недорогое примерно я вам скажу там четыре года назад мы купили кирпичное классное историческое здание за сто десять тысяч при том всем что мы заставили продавца поменять крышу еще и там три юнита а скажите приносит этот 2 300 вопрос да вот все эти здания которые мы с вами проходим они довольно старые 19 20 века до 19 то есть пуман гас не боятся инвестировать она может завтра затопится или распадется как ну во первых если она просто я не боятся она простояло 140 лет уже примерно я думаю честно говоря но еще столько простоит именно я говорю именно по этот район если кому-то интересная история прочитайте по джордж пулмана это он построил этот район и у него была своя фабрика кирпичей то есть он строил производил строительный материал и он здесь добротные дома которым больше ста лет 120 130 лет и мне кажется они дай бог еще столько просто класс и давайте вот финальное как вы думаете все-таки инвестировать и вообще покупать недвижимость это умно или лучше вот арендовать и не знаю не думать зачем этот кредит долговые ямы вот от вас человека у которого очень много уже недвижимости до лично я считаю что во первых ощущение что каждый месяц тебе заходят деньги на счет это потрясающе во вторых мы вернулись мы жили по разным странам как я рассказала вернулись из китая мне было уже хорошо за 40 и мы думали женой чем заниматься как заработать себе на пенсию и недвижимость это один из самых легких способов если у вас есть правильный агент и по партии менеджмент компания самый правильный исторический велкам так историкал кулман и это вы создаете себе пенсию никто не знает что будет дальше что будет соус секьюете какие будут пенсионные планы а людям надо жить где-то и вы сдаете вы получаете деньги за это круто особенно когда вы любите ну как я вы любите технологии большинство вещей можно автоматизировать делать дистанционно это очень круто супер влад спасибо большое что поделились я надеюсь будем с вами сотрудничать потому что вот люди как которые обращались ко мне на консультацию с других стран или вообще говорят юля я вот хочу купить инвестмент инвестиции да но мне надо человека который будет за этим всем следить кэшфло вот это все считать и хорошо иметь вот сейчас и рада в нашему знакомству с вами взаимно да с удовольствием поможем я вообще по натуре очень такой человек который любит помогать так что я с удовольствием помогу подскажу обращайтесь супер спасибо большое ребята до свидания bye